Передача «Играй гармонь» на одном из федеральных каналов выходит с 1986 года. К участию приглашаются самые талантливые музыканты и исполнители со всей страны. Для Центра культуры поселка совхоза имени Ленина большая честь приобщиться к такому масштабному проекту. «Россия моя, моя малая родина, Россия моя, на совхозной земле». Впечатление и у организаторов, и у участников поездки масса, конечно, это в первую очередь новое общение, это в первую очередь новый опыт работы, потому что нам никогда не предоставлялась такая возможность. Посмотреть изнутри все тонкости съемочного процесса, познакомиться с организаторами, познакомиться с ведущими. Съемкам предшествовал тщательный конкурсный отбор. В нем участвовало более 200 коллективов. От Центра культуры совхоза имени Ленина к созданию нового выпуска передачи допустили шесть номеров. Это и авторские песни о родном поселке, русское народное творчество, фольклор, инструментальная музыка. Мы своим ансамблем трио привезли два произведения. Виктор Иванович Малерова «Ковер-самолет» и веселый наигрыш. На съемках передачи «Игра и гармония» впервые, но впечатлений и эмоций масса, которые нельзя выразить словами. Эти дни для участников выдались непростыми. Из-за большого количества коллективов съемочные дни заканчивались за полночь. Но, по словам наших земляков, потраченные силы стоили результата. В съемочные дни сложные эмоционально, потому что приходится постоянно быть на позитиве. Обращаешь внимание на других людей, у которых настроение портится. Мало того, надо им поддержать, еще и себя не потерять. Поэтому это очень такой ценный опыт, но все настолько весело, задорно. А еще больше, наверное, повезло Ксении Крутовой из инструментального коллектива «Сашки-Наташки», которой посчастливилось играть на гармонии основателя телевизионного шоу – композитора Геннадия Заволокина. Это был мой счастливый билетик. Гармошки нужной тональности у меня с собой не было, а песню очень хотелось исполнить. И мне Анастасия Геннадьевна разрешила взять инструмент своего отца, и для того, чтобы я на нем исполнила песню. Конечно, это очень трепетно было для меня играть на инструменте такого знаменитого гармониста. Большим сюрпризом для представителей Центра культуры поселка-собхоза имени Ленина стало приглашение организаторов принять участие в съемках большого выпуска передачи «Играй гармонь», которые пройдут в феврале в Кремлевском дворце. Юлия Погасьян, Ольга Садовская, Видное ТВ.